Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Датси и я мама шестимесячного малыша по имени Рэм, который у меня там качается и начинает въезжать. В общем, действовать сегодня нужно быстро, так как малыш уже проголодался, а мы сегодня начинаем нашу четвертую неделю прикорма. И сегодня буду готовить для малыша новый продукт, а именно батат. Сегодня помимо приготовления и ввода в прикорм нового продукта, мы также будем тестировать пароварку и блендер Philips. Сейчас покажу, какой именно. Вот эту красоту я приобрела для приготовления нашего прикорма. В первый раз вместе с вами будем пробовать, как эта вся красота работает. Касательно продукта. Значит, первое, что я сделала, я почистила батат, либо другими словами сладкую картошку. Какая она твердая! Черт подери, как-то не ожидала, что она будет такой твердой. Чем-то она мне, наверное, напоминает тыкву. Окей, понимаю, что буду с этим мучиться, поэтому без болтовни быстро попытаюсь это все дело порезать. Ну так, батат я порезала, ну вот в такие средние кусочки. Крошек мой становится совсем, совсем нетерпеливым. Окей, терпение у нас не прибавится, я чувствую. Значит, когда я покупала пароварку, я выбирала такой самый-самый basic вариант. Естественно, можно было выбрать разные компании, можно было того же самого Philips Avent выбрать 4 в 1. Там у нас есть и разморозка, и подогревание, и в общем разные-разные функции. Но я решила взять эту пароварочку, в которой есть всего 2 функции. То есть есть сама пароварка и есть блендер. И что меня привлекло именно Philips, это то, что все готовится в одной чаше. Что не нужно ничего перекладывать, не нужно тут свинячиться по всей кухне. Ты в одну чашу можешь положить как овощи, так и к этим овощам, кстати, добавить и рыбу, и мясо, и приготовить все за раз. Тут же переворачиваешь чашу, и, собственно, дальше блендеришь это в ту консистенцию, которая тебе нужна. Но это зависит уже от возраста малыша, и от того, ест он пюре чистое пюре, либо с кусочками, и так далее, и так далее. В общем, здесь полет фантазии зависит уже от самой мамы. Так, Россия? Мотивация такая проща. А с чем я не могла разобраться? Не могла разобраться, как же установить время, и как понять, сколько времени нужно для приготовления конкретного пюре. Здесь есть книжечка-буклетик рецептов, и, в принципе, все овощи стандартные, которые мы вводим, там, цукини, капуста цветная, либо брокколи, кабачок, батат, тыква, морковка, в общем, все эти... Отпусти! Черт. Все эти продукты, они присутствуют именно в этой книжке. Я нашла для себя рецепт, вот, рецепт, который наиболее подходит мне сегодня, к сегодняшней нашей ситуации, это рецепт морковка и батат. Ну, здесь мы обойдемся без морковки и приготовим только лишь батат. Здесь в этой книжке говорится, что батат готовить нужно всего 15 минут. Значит, принялась я осматривать этот блендер и не могла понять, как мне установить время. Думала, ну, неужели мне нужно заводить таймер на своих часах и, в общем, по стариночке сидеть теперь и самой засекать время. Но, на самом деле, нет. Все оказалось намного проще, просто ответ нужно поискать. И я его нашла. Вот у нас есть здесь также мерный стаканчик. И вот мерный стаканчик. И на мерном стаканчике есть, естественно, объемы. И напротив каждого объема также написаны минуты. И здесь я понимаю, что если я готовлю 15 минут, мне в этот стаканчик нужно налить 150 мл. И сама машинка, блендер, он остановится ровно тогда, когда закончится в бачке вода. То есть парить он впустую уже не будет. И таким образом я буду знать, что мои 15 минуты стекли. Я так понимаю, насколько я видела в каких-то обзорах. Он должен запищать громко два раза, сигнализируя о том, что наш продукт уже готов. Ну что ж, малыша кладу на коврик. Подруги, привет! Окей, в общем, кладу малыша на коврик. И давайте уже будем готовить и смотреть, что этот Филипс Авент нам сегодня приготовит. Крошик отправился на свой коврик. Сильно уже он нервничает. В общем, не знаю, опубликовала ли я наше видео мастхэвов в 6 месяцев или нет к выпуску этому. Но если опубликовала, то эту красоту коврик вы уже наверняка видели. Если нет, то ждите в скором будущем наше видео мастхэвов и расскажу вам про вот эту ситуацию. Так, ну что, мы готовы готовить. Значит, у нас есть мерный стаканчик. Наливаем в стаканчик 150 миллилитров воды. Единственное, что сразу говорю, нужно быть аккуратным. Наливая водичку в этот стакан, потому что середина здесь сквозная. И если мама это не заметит, как это сделала я в первый раз, наливая воду, то вся вода попадает на столешку. И вот у нас бачок сзади. Так, как будете открыть? А, вот, открываем таким образом и просто-напросто наливаем водичку. Окей, прекрасно. Так, значит, снимаем чашу. Открываем. Ох, как это жестко. Что ж ты, Филипп Савен, там учишь меня своими крышками. Вечно все не то. В общем, здесь нож. Все как обычно в блендере. Предварительно я эту крышку уже помыла в посудомойке. Но, собственно, вот, крышка состоит из нескольких деталей. Так, вкуси, лучше давай. Из нескольких деталей и не составляет никакого труда ее забрать. Здесь специальное сито, которое распространяет равномерно пар по чаше. Собственно, отправляем батат в чашу. Так. Отправляем батат в чашу. Это нам надо. Так, прекрасно. И закрываем. Кроша, терпение. Крошик мой, терпение. Только терпение. Будь терпелива, мальчик, у нас сегодня. Тут сам, понимаешь, процесс. И ничего себе жесткач. Я надеюсь, что она разработается со временем. Ну, в общем, как-то так. И изначально, я так понимаю, когда ты готовишь, нужно поместить чашу сеткой вниз и ножом кверху. Ну, и что? Запускаем? Пойду успокаивать малыша. Ну, а мы ждем 15 минут, пока приготовится наш батат. Ну, что ж, батат приготовился. Давай-ка попробуем. Вот, лампочка погасла. Означает, что все у нас готово. Так. Ну, давайте пробовать переворачивать. Кстати, воду, остаток воды здесь, она есть. Я удалять из чаши не буду. Потому что, мне кажется, эта вода как раз-таки будет очень даже кстати для хорошей такой консистенции самого пюре. Ну, что ж, поехали. В инструкции также написано, что не советуется молоть любой продукт больше, чем 30 секунд. Нужно помолоть, остановиться и потом через несколько секунд продолжить. Также я читала о том, что не следует в этом конкретном блендере развельчать и также проварить замороженные овощи. Так, ну что ж, я думаю, наверное, достаточно. Давайте проверим, что у нас тут вышло с консистенцией. Так. Кстати, пока он горячий, ох, он сильно горячий, крышка открылась значительно легче. Ну. Ну-кась. Слушайте, ну, по-моему, прям идеально. Сейчас проверим ложечкой. Так. Ну-кась, давайте попробуем, что у нас тут вышло. Ну, по мне так консистенция вообще идеальная. Отлично. Никаких комочков, вообще ничего. Мне кажется, консистенция супер. Отлично. В общем, буду сейчас отмерять малышу порцию, так как он, к сожалению, не дождался у меня до приготовления этого пюре. И я дала ему бутылочку, дабы он не плакал. Положу его сейчас на его очередной дневной сон. И после его сна попробую дать малышу это прекрасное пюре. Из моих небольших трех бататов у меня получились две порции по 140 с хвостиком миллилитров. Их я уже поместила в свои контейнеры Philips. И как только пюре остынет, я отправлю их в холодильник. В последующие дни, когда я буду добавлять объем этого пюре по ложечкам, я, в общем, буду использовать один из этих контейнеров. Второй я, наверное, все-таки заморожу для того, чтобы он у меня не испортился. На сегодня вот я отмерила малышу здесь одну чайную ложечку тоже с небольшим. На случай, если он будет у меня тут это все дело размазывать. В целом, после первого употребления вот этой пароварки я осталась очень-очень довольна. Первое, я ее сполоснула тут же и сразу, не дожидаясь, пока пюре в этой чаше засохнет. И, в принципе, мне не потребовалось ни средства для мытья посуды, ни спонжик. Просто рукой под проточной водой я прополоскала чашу. И вот она у нас чистая и красивая. Единственное, что я заметила, что батат окрасил мне вот край этой крышки. Вот здесь видно. Но с овощами это нормальная история. Они, будь здоров, окрашивают пластик. Поэтому на всякий случай вот эту штуковину я отправлю в посудомоечную машину и попытаюсь ее помыть и посмотрю, уйдут ли эти желтые пятна. Ну, а все остальное я также без особого труда сполоснула. Все чистое. Проварка, на мой взгляд, очень-очень даже прикольная. Думаю, мы ее оставим и будем пробовать с разными продуктами, разными овощами. Но уже когда в ход пойдут мясо и рыба, вот тогда она, наверное, будет проходить самые-самые большие свои испытания именно в работе. А самое главное, что это мега удобно. Действительно, то, что у тебя все в одной чаше и тебе не приходится свинячиться по всей кухне для того, чтобы перекладывать эти овощи из пароварки в блендер, это просто подарок небес. Этой покупкой я очень-очень довольна, могу точно рекомендовать. Особенно для тех мамочек, которые не являются фанатками всяких разных технологий, там, супергаджетов и кучи всяких примочек. Мне кажется, что вот такой простой, но очень действенный аппарат, он будет в ежедневной жизни помогать очень и очень. Будем смотреть на этой неделе, как у нас пойдут дела с бататом. В общем, запишу для этого выпуска каждый наш день кормления, так как я уже поняла по вашим комментариям, что вам это интересно, и вы также хотите видеть каждый день, как у нас дела с прибавлением объема порции и с введением новых продуктов. Поэтому всю эту неделю буду записывать и показывать вам, как же мы вводим наш батат. Ну а по поводу пароварки, ну ничего, буду смотреть. Может быть, попользуюсь я неделю-вторую и пойму, что, ай, и это становится слишком большой обузой ежедневно, и буду все-таки я какую-то порцию, можно быть, и замораживать. Ну и, в принципе, разные ситуации в жизни бывают, не всегда получается действительно приготовить. Поэтому уже по своему опыту я понимаю, что всегда хорошо хоть что-то доиметь в своей морозилке на случай, если действительно у тебя не получается либо сцедить молочко, либо приготовить, опять же, фюре, ну и так далее. Так, крошек у вас проснулся. Крошь. И у нас вот ложечка чайного пюре с бататом. Ну что ж, была не была. Сегодня, мать твоя, сильно смела. Без шлюнявчиков обойдемся, да, крошь? Давай попробуем. Пюрешко. Эп. Появились на личике наша улыбка. Так, давай, тебя повернем, чтобы было хоть милее. Давай попробуем. Кажется, ложка не та, потому что где наша маленькая ложка? Сейчас поменяю. Иду, 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 иду. Крошь, а? Я тут иду, иду, иду. Вот, вот, вот. Я тут. Вот, ложечку маленькую взяли. Давай попробуем с маленькой ложечки чуть-чуть. Ты мой сядки. Я, кстати говоря, пропустила с точки зрения видеороликов нашу третью неделю. Неделю, когда мы водили цветную капусту. Малышу. Опять же, все из-за наших ремонтных работ. Вот. Чего, слючки? Не получилось у меня ни варить, ни снимать, поэтому я третью неделю малышу предлагала цветную капусту в баночках гербер. Вот. И цветная капуста прекрасно ему зашла. Очень нравился вкус, и малыш с удовольствием уплетал наше пюре из цветной капусты. Ложечку нашего съели. Все, больше не буду тебе на сегодня давать. Да, малыш? Завтра сетей, мартфет. Не надо. Так, у нас сегодня второй день. Наша четвертая неделя прикорма. Ооо, нетерпеливый крош. Так, у нас батат. Так как батат у меня такой получился не жидкий, а в очень классной консистенции для малыша, я рискнула и не одела на крошу никакого флюнявчика и не накрыла никаким образом наш Бэйби Бёрн. В общем, я смелая, отчаянная мать. Сегодня я даю ему две чайные ложечки. Стой, 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 стой. Ага. Вкусно? Ай, вкусно, кроша. Ай, вкусно. Сегодня, кстати, мы когда записываем этот ролик, выпал первый-первый снег. Мы проснулись, подошли к окну и все белым-белым. Малыш, конечно, удивился, долго смотрел, не мог понять, что происходит. Днем пойдем на прогулку и будем трогать первый снег. Да? Будет классно. На улице уже небо становится все более голубым-голубым. Дочки уходят. Думаю, будет очень солнечный классный день сегодня. Да. Да, Коль? Ага. А я, хопс, рот протру и все. И все дела. Мама рот протрет и все дела. Ой, тихо, 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 недалеко, да? Так. И сегодня мы продолжаем бутылочкой грудного молока. Не, ну, погути, едусь. Тихо, 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 тихо. Так, сегодня у нас столовая ложка ботата. Ой, прости, пожалуйста, у тебя тут какой-то. Давай. Столовая ложка ботата. Так как я после ботата планирую дать ему кабачок, я малыша сегодня подготовила и Бэйби Бёрн, и малыша в обмундировании. Закатали рукава. Покатала яйца. Вот. Чего ты шмыгаешь? Мы научились шмыгать носом. У нас с ним игра. Мы друг дружки шмыгаем. По очереди. Носом, да, Кош? Ладно, сейчас давай шмыгай, сейчас мы играем. Сейчас мы играем. Давай. Ботат, пожалуй, самое вкусное пюре, наверное, из всех, которые мы пробовали. Да, Мыш? Да и пока дистанция, ну, самое крутое. Уж ты, мой пердюшка. Скажи, сразу все работает. Ну, перестань. Ну, перестань. Давай, без рук. Без рук, Кош. Давай без ручек все-таки. Тебе интересно, ну, давай без рук. Пурция у нас, значит, сегодня будет столовая ложка ботата и 150 миллилитров кабачка. Попробую малышу скормить эту порцию. Надеюсь, получится. Хотя не уверена, действительно будет ли он после вкусного батата есть кабачок. Поэтому первые дни, когда я давала ему это пюре, я, в принципе, второе пюре уже ему не давала, а заканчивала кормлением бутылочкой. Ну, ничего, попробуем сегодня. С пюре. Давай. Кстати, вы меня в комментариях спрашивали, как у нас опять дела с сцеживанием и даю ли я до сих пор малышу грудное молоко. Да, грудное молоко я ему даю. В ближайшее время я планирую свое сцеживание свернуть, просто потому что, во-первых, жутко-жутко устала. Это, конечно, непосильный труд сцеживать молоко, когда ты эксклюзивно даешь ему грудное молоко в бутылочке. Второе, это то, что мы вводим прикорм. И третье, в связи с тем, что малыш уже ночью спит всю ночь, и мы уже отменили буквально несколько ночей назад, и второе наше кормление, то, понятное дело, мои ночные сцеживания, они стали намного реже. А в связи с этим и молока стало меньше. Вот, поэтому... Так, стой. Забиваю свою морозилку максимально пакетиками молока, насколько это возможно, и потихонечку уже сворачиваю наше сцеживание. Да, Крош? И мы с тобой будем уже, в принципе, на нашем запасе грудного молока, на смеси и на прикорме. Так, все, давай. Теперь, на самом деле, опасный продукт. Кабачок Гербер, он очень жидкий. Чу-чу-чу-чу-чу. На самом деле, из баночек меньше всего мне нравится кабачок, потому что он самый-самый жидкий. И он настолько жидкий, что его действительно кормить, на самом деле, достаточно сложно. Но ничего, мы будем пробовать. Крош! Без рук. Без рук сегодня, давай без рук. Давай без рук. У мамы твоей энтузиазм по поводу того, чтобы позволять тебе мазаться, захочешь? Ну, перестань. Ты че там? Что это за пузыри? Еду нужно проглатывать, а не обратно пузырями. Возвращать маме. Стой. Вот ты хитрюшка. Так, кушать будем? Давай. Кушать будем? Давай. Также вы меня спрашивали, не планирую ли я смешивать овощи между собой. Да, конечно же, планирую. Смешивать их хочу после того, как вину все овощи. Не потому, что на самом деле, чтобы там проверить, будет реакция или нет. Но просто не знаю. Мне все-таки, наверное, как-то кажется, что малыш должен познавать чистые вкусы. То есть он изначально по неделе привыкает и познает каждый отдельный вкус каждого отдельного овоща. А потом уже я могу их миксовать, и тогда он уже будет распознавать эти вкусы уже в каком-то миксе. И не в чистом виде, а вот нотками какими-то, может быть. Ну, как-то у меня такая фишка. Поэтому пока я ему даю только чистые. Ну что, на сегодня мы план с тобой выполним. Да? Выполнили план? Молодец! Молодец! Так, сейчас я подготовлю малышу авокадо. И попытаюсь дать ему в Нибблере чуть-чуть попробовать вкус авокадо. Из авокадо я сделаю совсем кашку-кашку, чтобы не было никаких кусочков. В этом случае при помощи белки. Я уже показывала вам наш Нибблер. У нас Нибблер компании Kids Me. Вот такой вот Нибблер с цепочкой. Две ручки. Малыш может держать. И очень мягкая, силиконовая вот эта часть, куда кладется еда. Вот так вот он работает. Но сегодня я решила в этом Нибблере ему не давать авокадо. Просто потому, что даю в первый раз. И здесь отверстий достаточно много. Мне хочется, чтобы в первый раз еда поступала немного меньше в ротик малыша. Поэтому я буду сегодня использовать наш второй Нибблер. Это Нибблер компании Boom. Это та же компания, которая производит сушку, газончик, траву, которую я вам показывала. И вот у них есть такой вот прекрасный Нибблер. Здесь тоже очень мягкая силиконовая насадка. И дырочек, как вы видите, меньше. Да и по размеру они тоже меньше, чем в Нибблере Kids Me. Поэтому сегодня я попробую дать авокадо именно в этом Нибблере. Работает очень просто. Желтенькая вот эта часть опускается вниз. И силиконовая насадка снимается и помещается сюда еда. Так, ну давай, крошик, будешь сегодня есть мамин любимый авокадо. Положу сюда сколько у нас вышло. Но малышу не буду позволять, естественно, съедать все. Наполню его просто, чтобы от авокадо он поступал легче. Малышу в ротик. Так. И закрываем. Опа. Так. Проверим, как это работает. Ну, работает очень хорошо. Все сразу вышло. Прекрасно. Так. Это протрем. Сейчас возьму салфетку. Так. Так. Ну что ж, прекрасно поместила авокадо сюда. При нажатии. Ну, прекрасно поступает. На самом деле, очень даже обильно. Я бы сказала. Поэтому. Буду пристально следить за малышом. И не буду позволять ему съедать все. Буквально. Буквально несколько-несколько. Нажатий. Ну, крось. Держи. Держи. Хи-хи. Есте. 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 Угу. еще вот здесь вот за палочку по-моему хватит сегодня крови по-моему хватит ну все давай до завтра оставим вот наша штучка непонятно но манит ладно все хоть кстати советую всем попробовать нибблер самим перед тем как давать малышу на самом деле очень круто еда подается немного не мало мне кажется малышу должно быть очень комфортно классно очень прикольно а у меня его тебя заберу надо для взрослых такой нибблер придумать сегодня утром у нас две столовые ложки пюре из батата и дополнительно я дам малышу его основное пюре из кабачка или цукини ербер а так как у нас в двух столовых ложках 30 миллилитров здесь у нас две маленькие это 80 80 160 в любом случае буду наполнять нашу бутылочку ложку манчкин обеими этими баночками сколько съест столько съест в силу того что я их открываю а то в общем то нет смысла уже там чего-то разделять поэтому предложу ему обе могу сказать что по нашему опыту пюре из цукини либо кабачка гербер нам нравится меньше всего просто потому что она вот такое вот жидкое и есть это пюре сущие сущие нервы потому что она выливается всюду и Но ты тоже укреплевка. Его легче проглотить, да? Потому что живот очень хорошо. Давай, давай. Давай, без рук. Перцевая. Держи свой банан. Так, с бананом у нас успех, если мама держит еще и банан. То есть я его держу в своей руке и не позволяю малышу подносить карту. Давай, давай. Давай, давай. Давай, без этого. Вот это интереснее. Ну вот, полетели. Все? Готов? Готов? Давай еще поедем. Ну все, по-моему, кабачок сегодня останется маме. Так, и так как крошек у меня получается, когда пюре съел 30 батата, приблизительно 80 кабачка, то остальной объем 120 я ему даю смеси в бутылочке. То есть это одна наша порция обычная, которую я ему даю в бутылочке. Доброе утро! Кроша, привет! Встали мы сегодня в 6 утра. Да, Крош? Крош, доброе утро! Доброе утро, мой крошек! Ку-ку! В общем, мы проснулись в 6 утра. На улице выглядит все вот так. И что мы будем делать? Мы будем готовить наш прикорм. У нас уже почти 9 часов утра. Мы с Крошей уже успели поспать. Ну, как сказать, кто-то успел поспать. Крошек 40 минут поспал, а мама лежала и думала о высоком. О своем канале. Какое видосик бы нам запилить с тобой. Вот. Уже играет Крошек. Бутик. Так, пока Крошек играет, я тут продолжаю кашеварить. Пароварку переместила под вытяжку просто потому, что из нее с верхней части здесь выходит пар. И если пароварка находится под шкафами, то при постоянном таком приготовлении пищи есть риск, что шкафы просто-напросто раздуют. И тут я заметила один минус этой пароварки, что провод достаточно короткий. В нашем случае не беда, просто потому что есть розетки неподалеку от, собственно, нашей вытяжки. Но в тех кухнях, где нет возможности разместить розетки вблизи варочной панели и вытяжки, здесь будет проблема. Потому что провод этой пароварки, он коротковат. И это, на мой взгляд, один минус этого гаджета. Не знаю, о чем думал производитель на самом деле. Потому что, ну, если отбросить разговор о России, которая на самом деле занимает одну седьмую или шестую суши, и хотя бы говорить о Европе, то даже там кухни, там в той же самой Англии, во Франции, Голландии, они просто крохотные. Они размером со шкаф, мне кажется. И точно нет возможности разместить там, например, столешки не под шкафами, для того, чтобы этот пар свободно двигался по кухне и не вредил кухне. Ну и здесь просто-напросто нужно учесть вот такой один нюанс, что провод этой пароварки коротковат. Но в нашем случае все работает, поэтому жаловаться сильно не могу. Но вам советую учесть этот момент при покупке этого гаджета. Да и на самом деле любого другого гаджета, который издает там пар, жар, и который может испортить вам кухню. Ой, короче, картошик уже у меня совсем голодный. Давай, короче. Опа. Так, у нас сегодня 50 миллилитров батата. Так, вчера я давала 2 столовые ложки, сегодня мы повысили порцию на 50 миллилитров. Остальные 50 я дам ему кабачка. Уже нашего приготовленного пюре из кабачка, и я его по доброй традиции поместила в бутылочку-ложку в манечке. Посмотрим, как пойдет дело сегодня с моим кабачком. Но уже могу сказать, что он не такой жидкий, как Гербер. Давай. Ню, вкусно тебе? Нравится нам батат. Очень нравится, потому что батат сладенький. Да, скажи? Ну что же ты будешь делать? Всем нравится сладенькое. Руки, руки, руки давай. Ах ты, Глеб. Успел. Короче, успел. Сейчас, подожди. Так, пароварка действительно пищит сначала два раза, и на третий раз она прям отключается. Лампочка гаснет, и машинка отключается. Поэтому не стоит волноваться, если, например, вы ее забудете выключить. Она сама автоматически выключится. Так, крочек у нас, дальше с тобой кабачок. Давай. Ух-ух-ух. Ну, естественно. Так. Надо бы мне попробовать тебе кабачок дать с мисочки. Ну, нет. По сравнению-то с бататиком. Ну, он значительно, значительно, конечно, более жидкий, чем батат, но лучше, чем Гербер. По крайней мере, он не жиже. Да, мой друг. Есть такое дело. Да. Давай, хватит шмагать. Не только сладкое нам есть, крош. Давай, давай, не только сладкое нам есть. Айстик, господи. Давай, давай. Ты моя кроша, любимая. Господи, какой ты у меня забавный. Ну, я тут, крошик. Я тут. Ну, ничего не поделать. Схема прикорма, понимаешь? Хе-хе-хе. Настойчивый у нас с тобой аппарат. Пищи ты, пищи. Да знаем мы, что ты закончила работу. Хватит уже. Ну, давай. Ну, давай. Я не могу с тебя. Господи, крош, ты такой у меня забавный. Ручки, три штучки. Давай. Да что ты мне тут рассказываешь? Давай, мама, попробуй. Да не гони вкусный кабачок. Ой. Что-то у нас тут не пошло. Давай. Да вкусный кабачок. Чего ты морщишься, как будто я тебе щавель даю. Ну. По-моему, ты не ешь там, крош. Ну, перестань. Мы же там наготовили тебе кабачка. Так, у нас сегодня на очереди авокадо. Крош. Пока. Ну, как она? Вкусно? Привет, подруги. Короче, подруги, привет. У нас сегодня очередное утро. Вода прикорма. Мы поспали первый наш сон. И я сегодня решила схитрить. Так как батат у нас очень вкусный, я решила начать с кабачка. Порция нового нашего продукта батата 100 миллилитров. Да? Ой, ты мой, короче. Поэтому я с резервом сделала 100 миллилитров кабачка и 100 миллилитров батата. Если Кроша съест все, то у нас сегодня будет полная порция 200 миллилитров. Ура. Ты серьезно? Короче. Ну и что ты делаешь? Пузырек мой. Ты чего? Ты чего? Короче, пока голодненький, мама тебе даст кабачок. Эх, какая будет у тебя умная. Господи. Что это такое за чмукой? Эх, это что такое? У тебя там тесны чешутся, что ли? Короче, я все уже жду, жду эти зубы. Не идут и не идут. Уже седьмой месяц, а зубов нет. Чего чмокаешь-то? Ну прости. Ну прости. Ну прости. Я не хотела. Не хотела тебя расстроить. Шуточками про твои звуки. Прости, Крош. Все, смотри. Все, Крош. Ты съел целые 100 миллилитров кабачка. Сейчас проверим, что будет с бататом. Значит у нас также 100 миллилитров батата. Крош, неужели твоя мать просто гениальная женщина? Кстати, после батата у нас какашечки оранжевые. Да, Крош? Девчонки, напишите в комментариях, как у вас у малышей дела со стулом, с водом прикорма. У нас в целом вроде бы все ничего, но я чувствую, что у него все-таки появилась склонность к запорам. Все зависит от продукта. Например, когда мы едим цветную капусту и батат, все это дело проходит легче. А когда мы ели, например, брокколи, то я все-таки замечала, что стул стал у него более твердым. Прости, не к столу. Напишите в комментариях, как у вас эти дела. И если у вас есть запоры, как вы со своими малышами этот вопрос решаете. Насколько я знаю, есть там какой-то сироп, который можно малышу давать в течение двух-три месяцев. Максимум использовать глицериновые свечи, просто чтобы помочь в момент сходить. И, пожалуй, наверное, все. Но еще газоотводные трубочки могут помочь, потому как они стимулируют расслабление. Кроша в своей фирменной пой. Молодец, мне больше нравятся руки за голову во время кормления. Да. Ты что там с подругами какие-то не чеешь? Кстати, из хороших новостей. Мы наконец-то заказали свой стул. В десятый раз, мне кажется. Вот, и завтра он уже должен к нам прийти. Поэтому завтра буду снимать анбоксинг и буду рассказывать, мама показывать наши первые впечатления. От стульчика. Да? Скажи. Мы прям ждем-ждем. Схема матери сработала. У нас осталась последняя ложка. Вот. Кроша, торжественно. Открывай рот. Все, сегодня мы с тобой. Давай пять. Диди-дидж. Мы с тобой съели 200 миллилитров овощей. Ура. Ура, ура, ура. Поэтому сегодня докармливать бутылочку его не будем. Скажи подруге привет. Подругам привет. Сегодня у нас последний день четвертой недели прикорма. И у нас 200 грамм батата. Кажется, неудивительно, что малышу нравится этот овощ, потому что он сладкий и вкусный. Да? Сегодня я на самом деле ожидаю, что он съест всю полную порцию. Хотя, сюрпризы ты мне не любишь устраивать. Ну что ты там опять? С подругами ты своими общаешься. Блогер маленький. Давай. А вообще мы приболели. В общем, малыш такой странненький. Уже пару-тройку дней. Вроде нос течет, а вроде не течет. Короче, ничего не понятно. Спит он странно. Толком не просыпается, но орет. Чаще по ночам засыпает сразу. Какой-то тепленький, но температуры вроде нет. Короче, по-моему, он что-то там с чем-то борется. Да? Но вроде у нас пока хорошо получается, и мы не заболеваем. Поэтому у нас такой сберегательный режим. В контакт с другими людьми малыша пока не пускаем. Сидим, в общем, дома. Только по чуть-чуть выходим на улицу погулять вокруг нашего двора и все. И обратно. Ну, давай, Коша. Шумболка маленькая. Вообще прикорм такая сложная-сложная штука. У меня подруга сегодня написала, у нее тоже малыш. Шесть месяцев, он четыре дня младше Рэма. В общем, и они начали свой прикорм с каши, потому что малыш не добирал веса. И потом продолжали овощами. В какой-то момент была какая-то непонятная сыпь. Грешили на козье молоко. И с кашами притормозили. Потом стали водить овощи. И сейчас не в первую неделю он ест, например, брокколи. Один овощ в неделю. И вдруг начинается какая-то непонятная сыпь. Малыш трет глаза, потому что они очевидно воспалены. Они также вокруг грудки, что-то там красное, вызывали скорую, давали какой-то укол, финистил и так далее. В общем, суть в том, что не такой-то легкий этот процесс, потому что в любой момент непонятно с чего вдруг у малыша начинается какая-то реакция. И она решила, в принципе, сейчас отменять прикорм, кормить только грудью, а потом недельки через одну-две снова начать. И вот скорая приехала, и врач говорит, как вы там будете прикорм? Ну, она говорит, ну, как и все, как в книгах написано, как педиатры говорят, как, в принципе, все делают там по одному овощу в неделю. Новый овощ добавляя, предыдущий, значит, в порции сокращается. И вот таким вот образом по одному овощу новому в неделю я ввожу. На что сказали врачи, так не следует делать. Зря вы так делаете, это, конечно, нежелательно. Лучше там, в принципе, по одному овощу давать. Такому маленькому ребенку разнообразие такое не нужно. На что я прекрасно ее понимаю. Любая молодая мама, особенно в первый раз, она будет просто в ступоре. Потому что, ну, блин, так написано во всех пособиях, в книгах, рекомендациях мам, по опыту мам. Там педиатры говорят, да, чё уж там, мы с Рэмом ровно так же делаем. И действительно, это самый такой распространенный способ ввода прикорма малышам. И вдруг тебе говорят, да ладно, чё-то вы зря так делаете, это нежелательно. И ты в очередной раз понимаешь, что, чёрт возьми, опять приходит очередной профессионал, чье мнение разнится с мнением других профессионалов. И вот они тебе просто пудрят голову, и ты вообще не понимаешь, что тебе делать. Не знаю. Блин, в таких ситуациях просто остаётся, мне кажется, закрыть уши глаза вдвоём с малышом. Исключительно по его какой-то реакции, по его, там, я не знаю, каким-то проявлениям. Просто пытаться кормить и смотреть как что. И основываться на свой материнский инстинкт. Потому что всё остальное, это просто все умнее другого, предыдущего. Все начинают умничать. У каждого супер-мнение одно единственное правильное. И просто ты стоишь в замешательстве и не понимаешь, что тебе делать. Конечно, блин. Почему врачи не могут договориться, чёрт возьми, по какой-то единой схеме? Ну, это на самом деле касается всего, не только прикорма, а лечения чего бы то ни было. Одна какая-то беда, и начинается 20 разных лекарств, 20 разных подходов. И ты просто сходишь с ума, потому что не понимаешь, почему маленькому ребёнку нужно давать миллиард лекарств. Да и вообще, любой поход врача обязательно назначает, что тебе что-нибудь доназначат. Надо, не надо? Да? Ты моя крольщая. Поход врача не походу к врачу, если ничего не назначили. Зря сходил называется. Короче. От этого, конечно, возникает раздражение, и ты просто не понимаешь, что делать. Ну, а потом там подключаются ещё остальные мамочки, которые тоже умнее тебя. И начинает, да ты что? Да это понятно. И вдруг всем оказывается всё понятно. Это мне больше всего нравится. Шмыгалка моя. Повторюшка, дядя Хрюшка. Короче, вот такое вот у нас сегодня утро раздумий на тему профессионализма, профессионалов и того, что тебе делать с ребёнком. А тебе подыграться. Смотри, у нас две ложки остались. Давай, давай. Ам, ам, ам. Всё, не играемся. Не отвлекаемся. Мы с тобой уже тут увлеклись. Отвлекаемся, крош. Давай, ешь. Наелся? Даже бота-то наелся. А вот мама тебе так. Хопс. Потому что осталось там. Ну, хватит, хватит, Рэм. Хватит, хватит, Рэм. Ну, 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 ну. Всё? Наелся? Хватит? Еды-то. На этой ноте заканчиваем мы эту неделю. На самом деле, хорошая нота, потому что, мне кажется, что неделя нашего прикорма была весьма и весьма успешной. Поэтому мы рады и довольны, что новый продукт Батат нам прекрасно зашёл. И, по крайней мере, мы знаем, что его мы любим на вкус. Помимо того, что никакой дурной реакции на этот продукт у нас нет. На следующей неделе, пожалуй, наверное, мы продолжим с тыквой. Ну, а потом дальше, наверное, и морковка. В любом случае, об этом мы уже будем говорить с вами в следующем нашем видеоролике. Вода прикорма, пятая неделя. На сегодня, говори, подруги, пока. Мы почти всё съели. У нас осталось буквально там полторы ложки. Кто сегодня молодец? Рэм сегодня молодец. Говори, подруги, пока. Я поел и пошёл играть. Подписывайтесь на наш канал, если не подписаны. Ставьте лайки, если вам нравятся наши видеоролики водоприкорма. И таким образом мы будем знать, что мы можем продолжать запись этих выпусков. Ну и обязательно пишите нам в комментариях, как ваши дела с прикормом. Или холи вам даётся этот процесс. Да? И обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграм. Потому что мы худо-то бедно, но немного-понемногу активизируемся в Инстаграме и публикуем наши ежедневные истории. Особенно в те дни, когда у нас нет выпусков на канале. На этом сегодня всё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok